Русские новости экстрим Третью передачу посвящаем Николаю Боголюбову, преследованию его за стихотворные формы проявления русского национального мировоззрения И сегодня я ознакомлюсь с моим мнением, которое посвящено экспертизе, четырем экспертизам по делу Николая Боголюбова И все эти четыре экспертизы связаны, каждый из них, с каким-либо поэтическим сборником или книгой Николая Боголюбова Но сначала я прочту его стихи, которые мне, например, очень трогают сердце, очень трогают И я думаю, что это один из лучших национальных поэтов сегодня И когда его преследуют, мне кажется, что я являюсь врагом этого политического режима Если Николай Боголюбов является экстремистом, то я вместе с ним хочу быть экстремистом И эта поганая власть, которая его преследует, мне столь же противна, как и ему И те слова, которые он произносит в отношении этой власти и всего того, что с нею связано Они мне близки, они как будто исходят из моей собственной души Вот послушайте Наше небо – Россия, наше солнце – Христос Поднимайтесь, живые, из асфальтовых грез Станем светом и солью, совершим свой побег Обжигает нас болью этот огненный век В лабиринтах падения, пустота сатаны Выгнивание и тление, и кошерные сны Разорвем это горе, выйдем в небо любви Вышивать свои зори на фрагментах земли Бросим тухлое бремя, диктатуры коллег Повернем свое время в русло северных рек Наше дело так свято, от корней до венца Резать руны на латах, воевать за Творца Сквозь дыхание шторма, сквозь бетон и свинец Дух творит свои формы, кровью чистых сердец По-моему, это стихи достойные русской поэзии Одни из самых достойных стихов Это не просто какая-то лирика на коленке Которая свойственна всем творческим людям И многие, наверное, в своей жизни писали стихи Пытались писать Я когда-то тоже по юности баловался Но публиковать все это дело совершенно бессмысленно Разве что на позор Стихи Николая Боголюбова – это великолепные стихи И их публикация – это, можно сказать, подарок всем нам, русским людям Это вклад в общее дело борьбы за русское освобождение От инороческого олигархического ига, которое установилось в Российской Федерации Благодаря ельцинистам, теперь оно держится благодаря путинистам И мы все русские люди, кто осознает, глубоко осознает себя русскими Конечно, не можем не быть врагами этого политического режима И, конечно, не можем словом разоблачать этот режим И словом не призывать к борьбе с этим режимом Уничтожение этого режима является смыслом существования нынешних поколений Продолжить Россию не только в этом веке, но и в следующем Невозможно, если сохранится тот порядок управления На самом деле это не управление, а просто разграбление страны Невозможно Поэтому призыв Николая Боголюбова – это призыв ко всем нам Подниматься на борьбу с этим ненавистным режимом Это режим оккупантов и гауляйтеров Но сейчас мы перейдем к более спокойной теме Хотя она тоже будет нас беспокоить И мы поймем в целом, как вот эти негодяи, которые сидят в экспертных учреждениях И там следователи, и прочая шушера Которая принимается нас судить именно за то, что мы русские Строить свои уловки Мнение специалиста, которое я сейчас буду передавать Связано с тем, что на суде оно может иметь значение В противовес тем экспертизам, которые понастругали в Московском исследовательском центре Вот этом богомерзком учреждении Которое плодит и плодит, конечно, не экспертизы А самые настоящие доносы Доносы против русских людей В данном случае против Николая Боголюбова Я имею достаточную квалификацию вовсе не для того, чтобы судить о поэзии Для этого у меня есть чувства, но не хватает слов, не хватает специальных знаний Я осуждаю и разоблачаю так называемые экспертизы Так называемых экспертов-лингвистов и психологов Которые на самом деле не владеют своими специальностями А почему я могу им сказать, что они как специалисты не стоят ничего? Ну, во-первых, потому что они вторгаются в несвойственную им сферу знаний Они не являются этнологами или религиоведами А я являюсь ли лингвистом, психологом, этнологом, религиоведом? При том, что у меня базовое образование физика Но, тем не менее, в течение 25 лет я работаю в сфере политологии, политического анализа Который захватывает этнополитические процессы И, естественно, в смежную сферу этнологии он заходит Я работаю с терминологией, которая тоже связана и с религиоведением Потому что, скажем, моя докторская диссертация по политическим наукам Была связана с политическими мифами Как они строятся, опираясь на символы, знаки, образы И все это является частью, в том числе, и религиозного самосознания Одну из своих выдающихся книг Карл Шмидт, известный, можно сказать, классик политической науки Назвал политической теологией Недаром теология очень близка к политическому анализу Я уже не говорю про юнгианство Фридизм, конечно, сюда никак не клеится Но юнгианство, это как раз наука об образах, наука об архетипах, коллективном бессознательном Все это очень важно и нужно и для политического анализа Поэтому я могу судить В данном случае эксперты соотносятся с текстом Николая Боголюбова как с политической декларацией И, коль скоро они так делают, я и их тексты рассматриваю как политическую декларацию И стараюсь их расшифровать и понять, что это за декларация Кто ее сфабриковал и на основе каких мировоззренческих принципов Я прихожу к определенным выводам, с которыми вас и познакомлю Четыре экспертизы Посмотрим на статус экспертов прежде всего Это люди весьма недалекие, прямо скажем Они не отмечены какими-то глубокими знаниями Они неизвестны в науке Они не приводят список своих публикаций Я могу список публикаций, предоставить своих публикаций Более 20 монографий, несколько сборников совместно с другими авторами изданных И сотни статей Конечно, не все они посвящены конкретно этой теме Затронутые экспертами Но многие из них посвящены именно этому и напрямую касаются темы И я могу соотнести вот эти экспертизы с тем, что я писал в монографии Образ врага, росология, политическая антропология Здесь как раз и элементы психологии, и этнологии, все это есть И вторая книга – это политическая мифология Как раз вот политическая теология, включая религиозную семантику, религиозный миф А также элементы психологии межнациональной, межрелигиозной вражды Все это было предметом моего исследования, моего изучения Ну и к этой экспертизе я тоже кое-что обновил Некоторые новые цитаты, некоторые новые источники использовал Для того, чтобы противопоставить все это безумию, которую понаписали эти так называемые эксперты Я хочу, чтобы имена этих людей остались в истории Чтобы они были зафиксированы Кто конкретно фальсифицирует экспертизу Которая тоже заказывается человеком, совершенно не понимающим того, что эти эксперты пишут И поэтому, как может следователь разобраться в том, что написали эксперты, если он сам не в зуб ногой Посмотрим эксперты Все эксперты представлены следствию, исполняющим обязанности замдиректора Государственного бюджетного учреждения Московский следственный центр Миндаловой Госпожа Миндалова, мы фиксируем, что вы причастны к тому преступлению, которое совершили эксперты под вашим чутким руководством Госпожа Миндалова подписала все письма с направлением экспертиз следователю Что означает ее ответственность за качество экспертиз Какие эксперты? Эксперт Екатерина Владиславовна Богатова Имеет высшее образование в области психологии Опыт работы по специальности 3 года Опыт работы эксперта 2 года Ничтожный опыт Эксперт Лещева Татьяна Александровна Имеет высшее образование по специальности психология Опыт работы по специальности И опыт работы экспертом 2 года Ничтожный опыт Эксперт Бережная Дарья Анатольевна Имеет высшее образование по специальности психологии Опыт работы по специальности 11 лет Опыт работы экспертом 2 года Ничтожный опыт работы экспертом Эксперт Цапунова Полина Викторовна Имеет высшее образование в специальности психологии Опыт работы по специальности 5 лет Опыт работы экспертом 1 год Указанный эксперт имеет специализацию в области психологии и психофизиологии человека, которая не отображает необходимых для анализа сложного политического текста знаний, а также способности судить о воздействии этих текстов на широкие социальные слои. Как минимум, в этой специализации не хватает знаний в области социальной психологии, религиозной психологии, а также о смежных областях, которые эксперт в состоянии освоит лишь в процессе длительной работы. Никакой длительной работы по специальности у этих людей нет, и, соответственно, нет и знаний в смежных областях. Списк публикаций они не представили, значит, они просто никто, просто никто, люди, не обладающие необходимыми знаниями. Из представления экспертов не видно никаких признаков их причастности к научной деятельности и освоению смежных областей знаний, необходимых для проведения экспертизы текстов Николая Боголюбова. Следующая группа экспертов – это лингвисты. Эксперт Петрова Марина Юрьевна имеет высшее образование в области лингвистики и специализацию в области исследования речевой деятельности. Профессиональный экспертный стаж 2. Эксперт Сафонова Юлия Александровна имеет высшее образование по специальности русский язык и литература, ученую степень кандидата филологических наук по специальности русский язык, звание доцента, опыт работы по специальности 36 лет, опыт экспертной работы 24 года. Ну вот это единственный человек, в котором можно подозревать знания смежных областей. Но, как мы увидим, никаких таких знаний нет, поскольку все экспертизы на одно лицо. Участвовал в них эксперт Сафонова или нет. Все эти экспертизы на одно лицо, в одном стиле, с одним уровнем аргументации. Поэтому Сафонова не проявила никаких знаний в смежных областях, которые выходят за рамки ее специальности русский язык и литература. Эксперт Петрова Мария Юрьевна имеет высшее образование по специальности лингвистика, стаж работы и экспертный стаж 2 года. Также указывается, что эксперт имеет высшее образование по специальности судебная экспертиза, судебно-речеведческая экспертиза. Неясно, к какой профессиональной группе относится данная специальность и о каком стаже работаю. По специальности сказано в предисловии о лингвистической или о судебной. Скорее всего, здесь просто ошибка, которую никто не заметил. Налепили там чего-то в этих экспертизах и отправили. Все равно прокатит в суде, потому что судья, естественно, не будет читать дело вообще. Судья будет соблюдать процедуру, а потом вынестит решение, которое сказали там наверху. В исключительном случае может попасться какой-то совестный человек, который выслушает то, что скажу я на суде. Среди этих экспертов-лингвистов также наблюдается отсутствие квалификации в тех областях, которые неизбежно должны затронуть экспертиза сложного поэтического текста, а также каких-либо признаков освоения смежных областей знаний. О научной деятельности экспертов нет никаких данных. Получить устойчивые навыки научной работы и освоить смежные отрасли знания за период своей профессиональной деятельности большинство экспертов заведомо не могли. Указание на аттестацию экспертов на проведение судебных экспертиз не имеет под собой законодательной основы. От экспертов требуется лишь наличие специальных знаний. Указанные эксперты составили четыре экспертизы по трем поэтическим сборникам Николая Боголюбова и одному прозаическому сочинению. Все эти экспертизы выполнены стереотипно. В них идентичны огромные фрагменты текстов, включая выводы, что указывает на работу по определенному шаблону, не предполагающему творческих усилий и применение исследовательских навыков, которые, к примеру, у эксперта Сафоновой должны были бы наличествовать, судя по стажу работы и ученых, отличающих ее от других малоопытных экспертов. Из этого следует, что исследование проводилось формально, не имело цели установления истины. Целью экспертов, как видно, было лишь оправдание возбуждения уголовного дела против Николая Боголюбова и обоснование последующего обвинительного приговора. Заключение комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы содержит указание на место работы экспертов Московский исследовательский центр МИЦ. Из самого текста заключения следует, что соответствующих поставленным следователям вопросам квалификации и опыта экспертов нет, а место их работы не создает условий для профессионального роста. Кроме того, из документов ГБУ МИЦ, размещенных в сети интернет, следует, что данное учреждение не специализируется на исследованиях лингвистического и психологического характера. Также МИЦ является структурой, подчиненной Департаменту безопасности мэрии Москвы и не может считаться учреждением, в котором могут быть подготовлены независимые экспертизы, свободные от мнения чиновников, имеющих цели и задачи, далекие от правосудия и прав граждан. Крайне низкий уровень квалификации экспертов продемонстрирован в переформулированных ими вопросах, полученных от следователя. Эти вопросы после изменений, внесенных экспертами, оказались за пределами психологических и лингвистических знаний, которыми, как предполагается, должны обладать эксперты. Не имея должной квалификации, эксперты вторгаются в сферы этнологии, этнопсихологии, этнополитики, межнациальных отношений, религиоведения, межрелигиозных отношений и т.д. При этом в качестве литературы им привлекается лишь ведомственная инструкция о проведении экспертиз, содержащая самые общие рекомендации, ни в малейшей степени не позволяющие экспертам проводить конкретные исследования. Данная инструкция, разработанная Минюстом, позволяет следовать лишь определенной схеме, но содержание, которое укладывается в схематическую форму, эксперты обязаны создавать сами, учитывая границы своей профессиональной компетенции. С этой задачей эксперты справиться не смогли. Другие литературные источники не представляют методики и содержат лишь самые общие знания. Ну и на эти источники в экспертизах нет никаких ссылок. То есть они привели какой-то список литературы из трех пунктов, но на конкретной странице этой литературы у них ссылок нет. Это означает, что мы видим просто профанацию. На все четыре материала, которые они подвергают экспертизе, они приводят один и тот же список литературы, но не ссылаются на какие-то конкретные методики или конкретные теоретические положения. Это профанация, чистой воды. Поэтому я делаю вывод, эксперты являются заведомо некомпетентными лицами, их экспертиза не может быть квалифицированной, что и подтверждается самим текстом экспертизы, о чем будет сказано ниже. Квалификация следователя тоже немаловажна. Следователь замоскворецкого следственного управления под САУ Москвы, старший лейтенант юстиции Потоцкая, судя по званию она работает в должности очень недолго, продемонстрировала уровень своей квалификации, понимание предмета своей работы в постановке вопросов к экспертам, которые носят самый общий характер, не имея никаких признаков уголовно преследуемых обстоятельств, которые стали причиной возбуждения уголовного дела. Например, в формулировке вопроса, содержится ли в представленной на исследовании книге «Заря близка» призывы к враждебным, насильственным, деструктивным действиям по отношению к кому-либо. Отсутствует какое-либо правовое основание. Но мы не видим объекта совершения преступления. Поэтому подобное высказывание со стороны следователя – это просто общий уровень некомпетентности подобного рода людей. Ну и состояние законодательства, которое не дает возможности задать соответствующие вопросы. Законодательство абсурдно, поэтому используется только готовность следователя и подчиняться воле начальства. Начальство считает, что надо осудить, надо преследовать. Ну и что делать следователю в данном случае? Ставить самые общие вопросы, которые не имеют никакого отношения к праву, к юридическим основаниям для преследований. А потом уже, как получится, какие экспертизы вынесут. Вот эксперты все обустроят, все сформулируют, все, что нужно для начальства. И следователь может вообще ничего не делать. Ему главное возбудить дело и экспертизу приложить. Все. На этом его миссия заканчивается. И знать и понимать вообще ничего не надо. Ну, мы видим, что следователь Потоцкая, старший лейтенант юстиции, ничего и не понимает. В связи с этим эксперты МИЦ переформулировали вопросы к самим себе, изменив их до неузнаваемости, но внеся в них элементы юридически состоятельных формулировок. Впрочем, не заметив, что тем самым они перешли границы своей компетенции и вторглись в отрасли научного знания, которые остались для них совершенно неизвестными. Поскольку основное содержание следствия представляет собой организацию оформления в следственное дело экспертиз, непонимание следователем существа этого дела и смысл опубликованных боголюбовым текстов, даже с точки зрения обычного читателя, налицо неспособность понять, насколько экспертиза соответствует этим текстам. Таким образом, следователь становится лишь передаточным звеном между экспертами и судом и не ставит перед собой задачи вникать в суд дело и устанавливать истину. Отсюда я делаю вывод. Следователь полностью некомпетентный в вопросах, которые поставил перед экспертами, не в состоянии осознать, что эксперты, также некомпетентны в этих вопросах, произвели на свет фиктивную экспертизу, являющуюся набором произвольных суждений, не имеющих никакого научного обоснования. Следующий раздел – вопросы, поставленные перед экспертами. Посмотрим на них. Эксперты переформулируют вопрос экспертизы столь же однотипно, как ставил их следователь. Поэтому по одному вопросу видно, как переформулированы остальные вопросы. Содержатся ли в представленной для исследования книги «Заря близка психологически-анагностические признаки», возбуждение вражды, ненависти к группе лиц по признакам «Пола, рас, эмоциональности, языка, происхождение, отношение к религии равна принадлежности к какой-либо социальной группе». Во всех четырех экспертизах вопросы идентичны. Идентичным образом заданы, и идентичным образом исправлены вопросы следователя. Заметим, что признаки возбуждения вражды по признакам «Пола» содержатся не в сочинениях Боголюбова. Они здесь упомянуты просто путем прямой цитаты из законодательства. Кстати, эксперты, оказывается, к законодательству какое-то отношение имеют, поэтому они выписывают цитату прямо из закона. А следователь-то нет. Следователь не знает закона, поэтому ставит самый общий вопрос, не извлекая формулировку из соответствующей части закона о противодействии экстремистской деятельности. Итак, заметим, что признаки возбуждения вражды по признакам «Пола» содержатся не в сочинениях Боголюбова, там вообще об этом нет, а в соучастниках дело против него. Все 11 специалистов ГБУ МИЦ, писавших экспертизы по делу, женщины, курирующих администратор ГБУ МИЦ – женщина, следователь – женщина, судья, принявший решение о проведении обыска в квартире Николая Боголюбова – женщина. Невольно задумаешься, не слишком ли много женщин участвуют в судьбе поэта-мужчины. Квалифицированный ответ на вопрос экспертов во всех случаях и при любой ситуации должен быть таков – не содержится, потому что психология и лингвистика не изучают признаков пола, расы, национальности, происхождения и отношения к религии, а равнопринадлежности к какой-либо социальной группе. Разве что группы лиц, характеризуемые языком, могут исследовать лингвисты, но этой темы эксперты в дальнейшем не касаются. «Внеся в каждый из вопросов следователя с первого по пятый аналогичные изменения, эксперты в дальнейшем касаются только вопросов принадлежности к национальности и религии. Все прочие признаки потенциальных групп просто игнорируются, хотя в вопросах они присутствуют. Эти вопросы формулировались самими экспертами». Спрашивайте, почему они не отвечают на те вопросы, которые внесли сами же своей рукой в соглашение с согласием следователя в дело, в то задание, которое им дал следователь с их согласием. Понятно, что абсурд. Не отвечают на поставленные перед собой же вопросы. В вопросе номер шесть изменения, внесенные экспертами, принципиально меняют их задачу. Вместо выяснения мотивов и причин, призывов к насилию и другим деструктивным действиям в постановке вопроса следователям, эксперты предлагают самим себе ответить на вопрос об обосновании авторам таких действий. Это недопустимый для каких-либо выводов правого характера уровень рефлексии – думать о том, что думает автор. В таких случаях экспертиза может остановиться только на уровне гипотезы. Что думает автор какого-либо текста, может сказать только сам автор. Аналогичным образом эксперты согласились отвечать на вопрос о том, что в понимании автора является злом. Здесь также эксперты не вправе продвигаться дальше гипотез. На вопросы 8, 10, 11, которые по всей видимости сформулированы стороной защиты или подследственным, эксперты просто отказались отвечать, не выделяя специфики этих вопросов из привычных до них формулировок в вопросах 1-5. Тем не менее, эти вопросы вполне конкретны и требуют конкретных ответов, которых в экспертизе не прослеживается. Фактически эксперты не ответили на поставленные перед ними вопросы, что делает экспертизу не полной, а в силу важности именно конкретных ответов на эти вопросы в связи с характерными особенностями исследуемых текстов. Экспертиза является заведомо несостоятельной. Эксперты просто отбрасывают вопрос номер 12, который требует действительно глубоких знаний и ответы на вопросы о прецедентах публикации аналогичных текстов, которые могут быть сходны с текстами стихов автора. Эксперты прямо расписываются в том, что они не способны отвечать на вопросы, требующие знаний в области религиоведения, филологии, литературоведения. Между тем они имеют дело с литературным текстом, насыщенным религиозной семантикой. Следовательно, без соответствующих знаний какой-либо анализ такого текста оказывается просто профанацией. Таким образом, отбрасывая вопрос 12, эксперты признали своей полной некомпетентности и неспособности квалифицированно анализировать тексты Боголюбова. Но нужно иметь опыт в анализе литературных текстов. А эти люди, которые занимаются якобы лингвистикой, не имеют такого опыта. Они сталкиваются с литературным произведением, но как его анализируют, они не знают. Они пользуются методиками Ньюста, которые относятся к политическим декларациям. В данном случае деклараций нет, а есть в основном поэтические сочинения. Вывод такой еще. Переформулировка вопросов привела к тому, что эксперты отказались отвечать на ключевые вопросы, выделяющие особенности текстов произведений Боголюбова, а прочие вопросы переформулировали так, что вышли за пределы собственной профессиональной компетенции. Об обстоятельствах дела. Проведенные в экспертизе выдержки из материалов дела однозначно мотивируют экспертов на обвинительные выводы, которые подсказаны им предварительной экспертизой. Эксперты, опять же, из ГБУ МИДС. Там было семь, здесь предварительная экспертиза. Четыре человека. Ливоческая, Корнилова, Гурина, Фатеева. Рисующие из автора поэтических произведений Монстра. В книге Николая Боголюбова содержатся, как пишут эксперты в предварительной экспертизе, призывы к насильственным действиям против евреев и иудеев, как группы лиц, выделяемые по совокупности национального и религиозного признаков. Нет, такой группы не существует. Просто нет. Признаки возбуждения розни, вражды, ненависти по отношению к евреям и иудеям, как группы лиц, выделяемые по совокупности национального и религиозного признаков, К нерусским, небелым, как группе лиц, выделяемых по совокупности этнического и расового признаков Ну нет таких групп, не существует Их нельзя вычертить, никак невозможно указать Небелые, кто это такие небелые И где они это вообще нашли То есть если пишется о чем-то белом, то все остальное небелое это что, какая-то группа что ли? Ну бред какой-то Слово белое обязательно в расовом смысле трактуется Ну это конечно ужас, шизофрения, просто шизофрения Итак, к нерусским, не белым, как группе лиц, выделяемых по совокупности этнического и расового признаков Утверждение о превосходстве белой расы, одобрение идеологии нацизма, фашизма Это тоже бред, помню Признака, так в тексте пропаганды идеологии нацизма, фашизма Выраженные, признака выраженные В демонстрации признака выраженные В демонстрации атрибутики символики, исходной до степени смешения с нацистской, фашистской Признаки унижения, оскорбления евреев и иудеев, как группы лиц, выделяемые по совокупности национально-религиозных признаков Нерусских, как группы лиц, выделяемые по совокупности этнического и расового признаков Это феноменально невежественный текст, так я пишу в своем мнении специалиста И он имеет только один содержательный мотив Мотив ненависти к автору поэтических сборников Николая Боголюбова Во всем остальном он пересыпан совершенно нелепыми суждениями Из которых следует, что евреи и иудеи – это одно и то же Нацизм и фашизм – это одно и то же Русская и расовая общность Нерусские – расовая и литническая общность При повторах этого текста в комментариях к каждому из четырех сборников Николая Боголюбова добавляется еще и отождествление наций и этноса То есть люди абсолютно некомпетентные Вообще ни в чем, чего они касаются Это по поводу предварительной экспертизы Которая, естественно, первоначально была вложена в голову Вот тем экспертам, о которых я сейчас поведаю, об их творчестве Эксперты, о продукции которых мы ведем речь Многократно цитирует рефрены из предыдущего комплекса психолого-лингвистического исследования Демонстрируя очевидную зависимость от содержащихся в нем формулировок Степень невежественности этих формулировок такова, что мы можем не обращаться к изучению предварительной экспертизы Тем более, что основа предварительной экспертизы перекочевала в настоящее исследование Которое и является предметом нашего внимания На предопределенность выводов экспертов указывает их невероятная осведомленность Исследуя список литературы издательства «Долой зло» Размещенных в конце поэтических сборников эксперты Из почти сотни наименований выделяют те, которые внесены в список экстремистской литературы Минюста Хотя их об этом никто не просил, но они провели такое изучение Наверное, чтобы убедить себя в том, что перед ними действительно монстр Такое знание для любого эксперта является аномальным А в данном случае отражает профессиональные ориентиры экспертов безосновательные выводы Которые должны склонить следователя к произвольным действиям в отношении обвиняемого А суд к обвинительному приговору Вывод Эксперты изначально оказались под психологическим воздействием Предварительной комплексной психолого-лингвистической экспертизы И в соответствии с ее выводами построили свое исследование Зная, к чему склоняет их мнение начальства, следователя, дирекции МИЦ, ЦП и т.д Очевидный заказ результатов экспертизы полностью обесценивает ее И превращает в имитацию независимого исследования Эксперты включены в неформальную группировку, организующую репрессии в отношении граждан Определенных неизвестными лицами по неизвестной обществу процедуре Но с вполне отчетливо заметными преступными целями Ограничение свободы слова, свободы творчества, проведение беззаконных следственных действий И использование правоохранительной и судебной системы не в целях защиты законности и правопорядка Следующий раздел – несостоятельность аргументации экспертов Теория аргументации выделяет шесть функций языка Сообщение о положении дел, описание Попытка заставить сделать что-либо, норма Выражение чувств, экспрессив, изменение мира словом, декларация Принятие обстоятельств чего-либо сделать, обещание И выражение позитивного или негативного отношения к чему-то Оценки Смотри книгу «Ивин. Основы теории аргументации. 1997 год» Очень хорошая книжка, надо сказать При анализе текста мы имеем дело с конкретным словопотреблением для конкретных целей автора Любое обобщение, которое эксперт принимает и сформулирует за автора Грешит поспешностью Поспешное обобщение, то есть обобщение без достаточных на то оснований Обычная ошибка в индуктивных умозаключениях В той же книге я такую цитату нахожу Эти ошибки происходят вследствие отказа от логических связей между посылками и выводами, что обязательно для дедуктивного метода И лишь в этом случае из набора верных посылок могут следовать верные выводы Если логической связи в заключении экспертов обнаружить не удается, то вероятность ошибки в выводах чрезвычайно велика Или как минимум его выводы не являются доказанными Без проверочных действий любой вывод лишь с некоторой вероятностью является истинным При этом, цитирую, положение, весьма правдоподобное Для представителей одной культуры и одних верований может оказаться малоправдоподобным для тех, кто принадлежит к другой культуре и придерживается иных верований Из той же книги цитирую Это очень важно Если есть существенная разница в культурных ориентирах, то понимания текста, естественно, быть не может Мы докажем, что вот эти эксперты относятся к совершенно другому типу культуры в сравнении с тем, к которому относится Николай Боголюбов И я, ваш покорный слуга, отношусь Но поскольку я занимаюсь научным исследованием вот этого экспертного бреда То я пытаюсь вникнуть в их культурный уровень и посмотреть на их способ аргументации, которого они придерживаются И выявить те культурные параметры, которые отличают, скажем, Николая Боголюбова, меня, достойных и ориентированных на свою национальную идентичность русских людей Следствием этого обстоятельства является крайняя сложность для эксперта сформулировать достоверное суждение Если он принадлежит другой религии в сравнении с автором текста, который он пытается анализировать, или является атеистом Судя по всему, экспертиза была проведена атеистами, поскольку никаких попыток православных трактовок, употребляемых Николаем Боголюбовым слов Они даже не пытались провести в качестве возможного варианта смысловой основы его поэзии Еще добавлю, что можно предположить, что некоторые эксперты принадлежат к еврейской или иудейской культуре Поскольку трактовка терминов, применяемых экспертами, свойственна именно этим культурам В гуманитарных науках экспертиза не может в полной мере пользоваться качественным формализмом, который присутствует в естественно-научных теориях или в точных науках Поэтому степень достоверности выводов эксперта всегда будет относительной А если экспертам не использованы все средства для повышения уровня достоверности своих выводов, то эти выводы нельзя считать не только доказанными, но даже правдоподобными Нацеленность экспертов на заданные выводы в их экспертизах совершенно очевидна На что указывает также отсутствие в текстах экспертиз какого-либо намека на альтернативные гипотезы и проверочные действия относительно предполагаемых выводов Относительно предлагаемых выводов Эксперт, приводящий лишь текстовые примеры, не имеет доказательной базы для своих последующих утверждений Потому что пример – это лишь иллюстрация, не более того Если же речь идет о доказывании, то следует знать, что доказательство обычно определяется как процедура обоснования истинности некоторого утверждения путем приведения тех истинных утверждений, из которых оно логически следует Опять я цитирую книгу «Теория аргументации» Если же эксперт просто декларирует свое заключение без его логического выведения, без достоверных предпосылок, то его действие – это попытка изменить мир Я тоже цитирую А вовсе не свидетельство о неком истинном утверждении Чтобы аргументировать истинность такого утверждения, эксперту следует включить его систему аргументации в качестве основного элемента в кажущуюся хорошо обоснованной систему утверждений или теорию Какие теории и какие системы аргументации использовали указанные эксперты? Никакие А мы в ответ что используем? Мы используем научные знания, на которые ссылаемся, вот, например, теорию аргументации Мы используем знания в области религиовведения, знания православной догматики и православной лексики в православной публицистике Вот это мы используем То есть есть определенная система аргументации и теория, на которой мы основываемся, чего нет у экспертов И мы таким образом разрушаем их фиктивную экспертизу, демонстрируем их полную несостоятельность Мы не видим в экспертизах никаких теорий, никакой системы аргументации, никаких изначально достоверных суждений Важнейшим принципом для эксперта, анализирующего тексты, является принцип контекстуального методологизма Который гласит, что правила зависят от контекста исследования, никакие из них не являются универсальными Так вот, произведение Николая Боголюбова содержит очевидный контекст, который полностью был проигнорирован так называемыми экспертами Добавим к этому положение учения о Конституции, классика немецкого правоведения Карла Шмидта Который ставил условием существования народной и демократической юстиции следующий принцип Судья должен соответствовать правовым обозрениям своего времени и своего народа В нормальные времена и в случае конфессионального, культурного и социального гомогенного народа Это вовсе не сложное задание Карл Шмидт, государство и политическая форма, издательство 2010 года Если же однородность потеряна, то контекст любого высказывания будет для эксперта под большим вопросом А если этот вопрос его не волнует, как следует из анализируемой экспертизы, это именно так То вместо решения исследовательской задачи произойдет просто подгонка под продиктованный совершенно ненаучными методами ответ Эксперт обязан допускать, что он может неверно определить тип анализируемого суждения Когда начинает исследовать оценочные ценностные суждения Или же сам склоняется к тому, чтобы выносить такие оценочные суждения В этом случае любое доказывание и любая аргументация являются бессмысленными Поскольку ценностные суждения являются не более чем приказами, принимающими грамматическую форму, вводящую нас в заблуждение Они не являются ни истинными, ни ложными Они ничего не утверждают, и их невозможно ни доказывать, ни опровергать Снова Ивин, основа теории аргументации Отметим, что в данном случае приказ представляет собой текстовую форму без адресата Читатель, столкнувшийся с оценочным ценностным суждением, сам определяет, что он увидел в приказе Автор же волен определять или не определять свою собственную позицию Ему вполне достаточно того, что ценностный выбор делает его читатель Эксперты же переносят всю ответственность за смысловое наполнение текста на автора Это недопустимая подмена Еще один принцип, который крайне сложно соблюсти эксперту при анализе текста Принцип нераздельности понимания и оценки В случае различного понимания текста он не может быть однозначно оценен Если понимание у автора одно, а у эксперта другое То оценить текст эксперт может, лишь изобретая собственное оценочное осуждение Которое к позиции автора не имеет никакого отношения Именно так и происходит в анализируемой экспертизе Вывод экспертизы, составленный в ГБУ МИЦ, лишены Научная основа игнорирует правила аргументации при обосновании своих выводов Раздел уже следующий, шестой Отсутствие у экспертов понимания поэтического текста Экспертами не учтен и нигде толком не указан тип текста, который они анализируют Эксперты понимают, что анализируют стихи, но не владеют методикой анализа поэтического произведения Они подходят к текстам Николая Боголюбова как к обычным обыденным формам речи Между тем, общепризнанно, что поэзия, греческий поэсис, творчество, сотворение Особый способ организации речи, в котором образуются дополнительные измерения Неопределяемые потребностями обыденного языка Поэтому сам подход экспертов, исключающих это измерение Делает их исследования и их выводы совершенно несостоятельными Если они были бы хотя бы минимально знакомы с проблемами анализа поэтических произведений Им пришлось бы согласиться с тем, что возможности экспертизы в таком случае крайне ограничены А выводы не могут быть однозначными Один из классиков русского литературоведения писал Поэзия относится к тем сферам искусства, сущность которых не до конца есть на науке Лотман, анализ поэтического текста, 1996 год И дальше цитируем по указанному сочинению Общепринятой основой анализа поэтического и вообще литературного текста является структурный анализ Полагающий, что литературное произведение – это органическое целое, а не механическая сумма элементов Отсюда следует, что всякий словарный анализ содержания поэтических текстов может дать только заведомо ложные результаты А именно такой анализ, вырванный из контекста произведений слова и выражения, предлагают эксперты Более того, они собирают цитаты из разных поэтических произведений, которые являются целостными Тем самым разрушая эту целостность, не образуя свою целостность, собственную основу для анализа, которой нет у автора произведений Это ведет к заведомо несостоятельным результатам анализа Фактически в экспертизе нет признаков лингвистического исследования, поскольку лингвистика, в частности, различает уровни фонем, морфем, лексики, словосочетаний, предложения, сверхфразовых единств Приводим самое грубое членение, в ряде случаев бывает необходимо выделить слоговый, интенсионный и ряд других уровней Каждый из уровней организован по определенной имманентной ему присущей системе правил Опять мы цитируем Лотмана Поскольку привлеченные к экспертизе лингвисты не владеют даже собственной профессией по образованию, они вторгаются в незнакомые им темы и рассматривают их как обыватели Лотман пишет Они получают элементы, не имеющие ее в обычной языковой структуре Разве что-то подобное изучали те, кто составлял эти экспертизы? Но они к этому даже не способны подойти, они рядом, что называется, не стояли с поэзией и ничего понимать не могут Я тоже мало смысл в поэзии, но я, по крайней мере, читаю Лотмана и читаю о методике, которая должна быть использована экспертами Я не знаю, как ее использовать, я сам этого делать не умею, я обучался другому Но эксперты, коль скоро они берутся использовать для экспертизы или применять свои навыки к анализу поэтического произведения, должны были использовать именно эти методики Но они даже не прикоснулись к вот этой сложной теме, о которой пишет Лотман Авторы экспертизы даже не пытаются прикоснуться к той сложной задаче комплексом жизненных и идейно-эстетических представлений, к сложно построенным смыслам, к сопоставлениям и противопоставлениям, присущим только поэтическому тексту Это делает их исследования куцами, шкалярскими студиями, составленными по формальной схеме, не способные отразить существа поэтических произведений и сопровождающих их текстов Боголюбова Из экспертизы следует полное отсутствие представлений авторов о семантике поэтического текста Сема – это знак, то есть это язык знаков, которые в виде слов обозначаются, слова, образы, которые надо видеть, конечно, замечать, но этого, естественно, эксперты не делают и не могут делать Между тем, семантический анализ поэтического текста обычно предполагает следующий алгоритм, тоже я его не сам сочинил Выявить ключевые образы, противоположные по эмоциональному звучанию, взаимодействию и борьба которых в произведении создают его динамику, энергию, эмоциональное напряжение Иногда они прямо названы, иногда подразумеваются, возникают в ассоциациях и в подтексте Выписать лексические цепочки, соотнесимые с каждым из этих ключевых образов и тем самым выявить сопутствующие образы, позволяющие расширить, углубить и конкретизировать значения основных Выстроить все возможные ассоциативные, все возможные ассоциативные ряды, уводящие в глубину содержание, позволяющие охватить различные уровни и оттенки смысла Ничего подобного в экспертных заключениях просто нет Отсюда вывод, эксперты анализировали поэтический текст как обыденный, исключая особенности языка, применяемого для политических текстов, полностью пренебрегли смысловым и семантическим анализом, без которых понимание производения Николая Боголюбова, как и любого поэта, попросту невозможно Теперь о сложной материи, которая может быть вызовет у некоторых неприятие, потому что само звучание, звучание или написание слова «жит» некоторых просто передергивает и у них с ними случается что-то такое непонятное Они начинают просто психовать и у них возникает психологический срыв Мы попробуем отнестись к этому слову совершенно спокойно Есть такое слово? Да, оно применяется нечасто Вот как оно применяется? С кем? Раньше применялось, даже в словарях есть Все-таки, что это за слово? О конкретном словопотреблении слово «жит» в следующий раздел Авторы экспертиз последовательно и тщательно отбирают для своих комментариев те фрагменты, в которых содержится слово «жит», «жидовский» и так далее И без всякого обоснования следует своему убеждению, что «жид» равно «еврей» Просто вот только так и никак по-другому Вот спрашивается, вот даже у обычного человека, давайте мы спросим, слово «жид» и слово «еврей» это синонимы? Не синонимы, явно И пишется по-разному, и ощущается, что значение какое-то тут разное Ну, нет этого равенства А эксперты считают, что есть, и это не просто равенство, это абсолютное тождество Просто одно слово является допустимым, а другое нет Вот и все Слово «жид» и другие производные от него в Новом Завете на славянском языке встречаются 17 раз В Евангелии от Иоанна 14 раз, в Деяниях Апостолов 1 раз, в Послании Галатам 2 раза Негативный контекст во всех случаях уловить без глубоких знаний темы невозможно Я не буду цитировать на церковнославянском, боюсь ошибиться в произношении и в ударении Поэтому я просто привел цитат Тем не менее, в церковнославянском языке имеются нюансы, связанные со специфическим словопотреблением Евангелие от Иоанна в главе 3 Никодим, царь жидовский так переводится, а по-гречески Архонтон и Дайон В латыни будет «принцепс юдаеорум» Это как раз такой пример, когда в церковнославянском пишут «жидовский», а в греческих и латинских источниках пишут «царь иудейский» По отношению к Христу пишут «царь иудейский», а вот «жидовский» никак не могут написать и не пишут То есть пишут с прямой цитатой, а здесь почему-то улавливается некий нюанс, контекстный нюанс И пишется все-таки «жидовский». Почему? В некоторых случаях церковнославянский текст переводят с греческо-юдейский как «жидовский» Это связано со смыслом, который устанавливается только из контекста Термин «жидовский» по конкретному контексту означает вовсе не оскорбление, а разграничение Древнее иудейство, преодоленное христианством иудаизм, отличается от древнего иудейства, отрицающего христианство, жидовство В церковнославянском языке в религиозной литературе слово «жид» означает отрицание Христа, потенциальное или состоявшееся Это не оскорбление, а констатация факта, к которому у христианина, разумеется, не может быть позитивного отношения Поэтому негатив есть, но оскорбления как такового нет В русской публицистике середины XX века слово «жид» зачастую относится к недобросовестному предпринимателю Вот пишет, здесь я привожу цитату, из Ивана Солоневича В конце концов, ему, князю Рюльковичу и прочее пришлось идти в приемную жида конституционера И там, в приемной представителя стихии свободной конкуренции, ждать подачки и не получить ее князя Оболонского Выперли вон из революционного подполья, сквозь баррикады уличной борьбы и фронтов гражданской войны К власти пришли профессионалы революции и те подунки городов, на которых эти профессионалы опирались Они заняли все места в стране, и место князя Оболонского, и место жида конституционера, и место директора завода, и миллион аналогичных мест в стране Это пишет Иван Солоневич в книге «Диктатура слоя» 1956 год Цитирую по книге Иван Солоневич «Диктатура сволочи» русское слово 1995 год В данном случае слово «потребление жид конституционер» вполне определенно отнесено одним из известнейших публицистов русского зарубежья к представителю стихии свободной конкуренции В данном случае речь идет о жадном человеке, который использует свободную конкуренцию ради наживы любыми средствами Заковиченность этих слов означает определенную отстраненность от используемого термина, который имеет широкое хождение в русской публицистике, по крайней мере, дореволюционного периода Возможно, данный термин возник впервые в трудах писателя Болеслава Макаревича, который, без кавычек, писал о неприятии общества нажившегося кабачика, жида-конституционера, адвоката-газетчика, профессора из прогрессистов, чиновника-либерала Мы не видим здесь ни этнического, ни религиозного контекста, а только нравственный контекст Один из авторитетнейших православных пастырей нашего времени, метаполит Иоанн Снычев, умер в 1995 году, кто не знает Говорил, что жидовство, жидовская ига, есть ига христопродавцев, которых следует вполне конкретно называть жидами, а не евреями, как иногда неправильно пишут Нам надо не бояться называть вещи своими именами, здесь борьба вероучений, а не национальные разногласия, это надо четко понимать Цитирую по издательству «Царское дело» встречи с ладыкой Иоанном Читаем в книге одного из самых известных православных пастырей современной России Архимандрита Тихона Шевкунова Которого, кстати, считают духовником Владимира Владимировича Незабвенного Ходят по обителям то размалеванные дамочки-туристки под руку с мужиками-безбожниками, от которых за версту уразит табачищем То коммунисты с баптистами, то новоявленные экуменисты, то мусульмане в обнимку с нехристями-жидами Архимандрит Тихон, Несвятые святые и другие рассказы, издание 2011 года Страница 341, чтобы вы знали, господа Здесь мы имеем религиозный контекст, неприемлемое поведение нехристия на территории православного храма Которого герои рассказа оценивают наравне с другими подобными безбожниками К категорию лиц, которым не следовало бы появляться в монастыре, относятся как неверующие, так и верующие иных конфессий Но единые с неверующими в своем неуважении к православной святыне Важно отметить прецедент реакции правоохранительных органов, которым предложили преследовать главного редактора газеты «Русьправославная» Константин Душенова За использование слова «жид» на страницах его издания В мае 2005 года прокуратура Санкт-Петербурга отказала возбуждение уголовного дела По этому факту заместитель прокурора города Корсунов определил Слово «жид» и его грамматические модификации не являются официально признанным указанием на принадлежность к определенной религии Также прокуратурой определено, что слово «жид» не возбуждает ненависти к какой-либо группе Это я цитирую из сообщения информационного агентства «Росбалт» 31 мая 2005 года Каждый сможет найти Вывод следующий Слово «жид» общеупотребимо в православной религиозной публицистике и определяет не религиозную и летническую группу, а противников веры Христовой и ее предателей Это значение сохраняется и используется до наших дней В социально-политической публицистике в течение XX века слово «жид» также относится не к религиозной или этнической группе, а к аморальным типам Это означает полную несостоятельность трактовок экспертами поэтических сочинений Николая Боголюбова, контекст которых не позволяет однозначно интерпретировать употребление слова «жид» Эксперты полностью исключили контекстный анализ слова «жид» жидовский из своего исследования Чем подменили смысл данного слова в произведениях Боголюбова? Своими фантазиями Следующий раздел, восьмой уже раздел, о несостоятельности использования экспертами словарей Эксперты приводят самую примитивную, хотя и в целом самую распространенную трактовку слова «жид» в разных словарях При этом они полностью исключают возможность других трактовок, а потому снимают с себя обязанность доказывать именно оскорбительное применение слова «жид» в отношении евреев Таким образом, экспертиза злонамеренно выдает однозначную трактовку при наличии множества трактовок При жизненном издании словаря Даля слово «жид» толковалось только как «скупец скряга» Вспомним также строку из Пушкина, из «Скупого рыцаря» «Проклятый жид, почтенный Соломон» Пушкин мог использовать и какой-то здесь душок оскорблений, может быть, даже и присутствует Но можно сказать и по-другому Это уже дело читателя и автора Автор может по-своему здесь закладывать свои какие-то переживания А читатель по-своему Есть тут оскорбление или нет в строках Пушкина Наверняка мы сказать не можем Может быть и есть, а может быть и нет В последующих изданиях словаря Даля появляются также другие трактовки Старое народное название еврея Презрительное название еврея Вот здесь уже возникает некая претензия на оскорбление Презрительное название еврея Одного еврея, заметим Не множество, не всего народа, а одного Действительно, по произведению Гоголя Тарас Бульба Описывающему события 17 века Мы видим, что слово «еврей» в простонародной речи не употребляется Употребляется слово «жид» Разумеется, в поэтической речи могут использоваться и старинные значения слов Что касается презрительного значения слова То оно входит в русскую литературную норму до революции И, равно как и сейчас, входит в допустимую литературную норму слова типа «маскаль» или «хохол» В которых есть элемент принижающей иронии Итак, в первом издании Даля, 1865 года, есть только одно значение слова «жид» «Скупой», «скряга», «корыстный», «скупец» Страница 483 Первый том Первый том, страница 483 И лишь в более поздних изданиях возникает также значение «старое народное звание еврея» и «презрительное название еврея» Заметим, что сохраняется и нравственная характеристика скряга, и религиозное значение ересь жидовствующих субботников Таким образом, налицо множество значений, а вовсе не отождествление слова «жид» со словом «еврей» Тем более, из словаря никак не следует, что все евреи – жиды, а все и жиды – евреи В нравственном значении слово «жид» вполне может относиться к нееврею Таким образом, отождествление «жида» и «еврея» – это следствие непрофессионализма экспертов Отметим, что слова «евреи» нет ни в одном из восьми изданий толкового словаря «Даля», начиная с 1863 до 1999 года У слова «жиды» имеется традиционный религиозный и религиоведический контекст И это прямо следует из словарей, которые эксперты решили оставить в стороне, подобрав для экспертизы только те значения, которые были им удобны для выводов, затребованных их начальством Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона, страница 943, 22 том Гласит, жидовствующая ересь, известная под этим именем, появилась в Новгороде во второй половине XV века и оттуда перешла в Москву По словам летописцев, первым ее распространителем в Новгороде был еврей Схария В 1471 году приехавший туда из Киева и совративший несколько священников Скудные сведения, имеющиеся в самом существе ересии в летописях, прославляющих архиепископа Геннадия и просветителя Иосифа Волцкого Позволяют представить учения о жидовствующих в следующем виде Они отрицали монашество и духовную иерархию, отвергали поклонение иконам и ругались над последними Не верили в таинство причастия, отрицали троичность божества и божественности Иисуса Христа А некоторые шли еще дальше в рационалистическом направлении, отказывались признавать бессмертие человеческой души Большая советская энциклопедия Издательство Акционерного общества «Советская энциклопедия» 29-32 год Том 25, страница 401 Жидовствующие сторонники религиозной идеологии протестантско-реформистского характера Возникшие в Новгороде Великом в 70-х годах 15 века В эпоху ожесточенной борьбы новгородского боярства с Москвой Подгодавливающий захват Новгорода и ликвидацию его политической самостоятельности Религиозная идеология жидовствующих прикрывала политическую группировку сторонников Москвы Ожесточенно нападавших на новгородскую феодальную церковь Жидовствующие отвергали поклонение Кресту, иконам монашества, иерархию и т.д. Литературной форме «жиды» вполне могут означать «жидовствующие» В целом религиозный смысл термина «враги Христа, разных вероисповеданий или атеисты Вне зависимости от этнической принадлежности, а вовсе не евреи или иудеи Об этом также говорит довольно широкое распространение среди русских представителей других народов Что прискорбно, слово «жид» в форме ругательства Оно в таком контексте с полной очевидностью не имеет ни этнического, ни религиозного значения И относится к представителям разных народов и разных религиозных конфессий, а также к атеистам Те же соображения могут быть применены к слову «холокост», который эксперты однозначно относят к преследованию евреев-нацистами В то же время слово «холокост» заимствовано из латинской Библии, где используется в латинизированной форме «холокаустум» Наряду с «холокаустома» и «холокаустосис» А там оно появилось из греческих библических форм «холокаустос», «холокаустон» Сжигаемый целиком всесожжение, жертва всесожжения «холокаустома» – жертва всесожжения «холокаустосис» – принесение жертвы всесожжения Английский термин начал первоначально употребляться к геноциду армян в Османской империи с 1910 года И лишь после 1950-х годов в европейской литературе ассоциировалось с преступлениями нацистов против евреев В нашей стране термин «холокост» стал употребляться лишь в начале 1980-х годов Обычно «холокост» с большой буквы означает преследование евреев, а «холокост» с маленькой буквы – вообще преступление на расово-этнической почве Соответственно, слово «холокост» может вообще не иметь никакого отношения к евреям и их преследованию нацистами Столь же несостоятельные трактовки экспертами слова «талмуд», «кагал», «пейсы» и другие Талмудом в русской литературе зачастую называют «толстую книгу», «кагалом» – шумное собрание с непонятными целями – пейсами, неопрятные пряди волос В целом, эксперты не понимают, что слово «фашизм» может не относиться ни к нацистской Германии, ни к фашистской Италии, ни вообще к каким-либо политическим субъектам «фашио» – это лишь символ единства, который встречается в символике разных стран и народов Термин же происходит от слова «фасции» – пучок связанных прутьев, который был в Древнем Риме символом власти, а затем использовался в римском стиле оформления многих произведений искусства и интерьеров помещений, занимая государственными органами «фасции» присутствуют в оформлении Александровского сада, примыкающего к московскому Кремлю Они представляют собой колонны пятиметровой высоты Это тоже фашизм – символ власти и единства Фашизм, разумеется, в кавычках Вывод – эксперты злонамеренно подменили лингвистический анализ, выборка из текстов Боголюва только тех фрагментов, которые содержат слово «жид» или каким-то образом намекают экспертам на то, что речь идет именно о евреях или иудеях Кроме того, эксперты злонамеренно используют только те словарные значения, которые подтверждают их выводы, но игнорируют другие словарные значения, которые могли быть основой для образного ряда произведений Николая Боголюбова И здесь как раз возникает подозрение в том, что мы имеем дело с иной культурной и религиозной средой Вот только так трактовать слово «жид», «кагал», «пейсы» и так далее Но не в том смысле, который мог бы вообще перечеркнуть все эти выводы экспертов Если они отбрасывают определенные значения и не доказывают, что эти значения в данном случае неприменимы, значит экспертиза фальшива Мы имеем дело с фальсификацией